Тем, что мотивировало в начале успеха, мэн, я не понимаю много вопросов, но не было никакого начала успеха, пацаны. Это все настолько относительно, да, просто происходит прогресс какой-то, если ты стараешься, если ты ставишь себе цели, и ты к этой цели движешься, несмотря ни на что. Самое главное, ну, оставаться в стойке, вот, самое главное всегда оставаться в стойке, вот, и все, и тогда все получится. Как бы жизни било, так бы хуёво не было, какие проблемы не накрывали, как бы не вручало сердце, как бы, блядь, тебя просто ненавидели, окружающий мир, главное оставаться в стойке и двигаться дальше. Главное оставаться в стойке, вот, главное оставаться собранным, вот, несмотря ни на что. Какие проблемы не были, какие, блядь, банкротства, безденежья, блядь, голый холод, вся остальная хрень, одиночество, вот. Я знаю, что очень много людей страдают от одиночества, в основном люди, у которых нет цели. Люди, у которых нет какой-то мечты, да, вот, такие люди страдают от одиночества. Люди, которые не мечтают, люди, которые не думают о своем будущем, вот, такие люди страдают от одиночества. Мне кажется, каждый из нас должен пройти такой путь, да, когда он один, вот, абсолютно каждый из нас. Потому что, вот, только в тишине, только наедине с собой можно немного в себе разобраться. Вот, конечно, мы социальные существа, и нам необходима социум, то есть это нормально. Вот, но для того, чтобы действительно в себе разобраться, и для того, чтобы сделать, проделать какую-то работу над собой, нужно находиться и быть одному. Вот, к сожалению, большинство людей от этого бежит, потому что они это очень боятся, либо у них просто не о чем думать, вот, и они ничего, ни к чему не стремятся, ни к ничему не идут. Вот, такие люди, в основном, себя развлекают ютубом, и вот этой всей хренью, вот, такие люди забивают себя ебало чепухой, вот, и ничего не делают, вот, так. Блядь, занимайтесь собой, пацаны. Как бы у меня есть планы на будущее и так далее, вот, но абсолютно ничего не изменилось. Я с самого детства занимался собой, с самого детства создавал свою реальность, с самого детства писал сценарий для своей жизни. Вот, поэтому я всем советую вам писать сценарий своей жизни, и на самом деле обрисовывать всю реальность. Конечно, вы живете в определенных условиях и так далее, но так как вы используете эти условия, так как вы определяете для себя свою жизнь, свою позицию, где вы находитесь, вот, только так можно действительно чего-то добиться, прожить жизнь охуенно. Нужно на самом деле пробовать разные вещи и рисовать, рисовать свою жизнь саму для себя, вот.